МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дубай уже такое место, где наши соотечественники были много раз и не раз были. И вот хочется узнать, какое впечатление всё-таки на вас произвели? Были Дубай у вас первый раз в жизни, вы посетили их? И с какой целью? Как торгово-финансовый центр? Или просто отдохнуть, покупаться и так далее? Как всё-таки вы туда собрались? Начнём сначала. Ну, это было наше свадебное путешествие. Ого, мы вас поздравляем. Долго приготовились к этому, да. Свадьба была во Франции, и с Францией мы летали потом в Дубай и дальше. А почему Дубай, кстати, выбрали для свадебного путешествия? Это я хотел что-то другое. Другое от чего? От второго места, где мы будем. Пока в секрете держатся. Да, пока в секрете держатся, то я хотел что-то более активное, да, чтобы не только лежать на пляже, и чтобы можно что-то посмотреть в музей, тур организовать. Вам показалось, что Дубай – это именно такое место, где можно вот… Ну, это место, где можно ходить раз в жизни, минимум, чтобы сказать, я был в Дубае. Я там был, да. Ну, что сказать по Дубаю? Это мировое центро, да. Конечно, да. Там есть очень много бизнес-центр, есть, есть… Ну, Дубай – это экстремализм во всём. Это плюс везде. Да. Это значит, что это самый большой тавер. Ну, самый высокий башня, да. Да, самый высокий. Это всё самое большое, это самое большое, не знаю. Ну, в общем, любят арабы вот красиво… Показать. Да, показать, да, с размахом. Дубай выбирал путь развития своей экономии, ну, 50 лет назад. Да, да, да. Через туризм. И то, что не сделали Абу-Даби. Абу-Даби – это финансы, это уже, ну, другое. Ну, Дубай поставили ставку на другое. На туризм. На туризм. И они решили, что надо показать. И они всё сделают, чтобы показать, что у них самое лучшее. Только в Дубае есть гостиница «Семь звезды». Да, только в Дубае есть. Да, вообще сложно представить, да, что такое «Семь звезды». Да, 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 всё золотое там, ну, окей. И это был шанс, чтобы там быть. И что? Ну, вот на ваш взгляд, им удалось это показать? Вот вы приехали в Дубай, посмотрели. Всё у них самое лучшее, всё для туристов. Да. Почувствовалось это? Ну, да, 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 да. Вот этот комфорт какой-то, и вот в чём вот он? Вот ваши… Сколько вы там пробыли? Мы там были одну неделю. Одну неделю. Одну неделю и… Что вот удалось вам посмотреть, где побывать, что поесть, ну, и так далее. Ну, в Дубае надо знать, что все самые лучшие рестораны, надо их заказать намного заранее. Также всё, даже то, что мы хотели, где мы хотели кушать, где мы хотели в бар прийти, мы даже их заказывали до момента, когда мы были в Дубай, чтобы быть уверены, что будет место. Но удалось, так же всё хорошо. То впечатление осталось хорошее от этих мест? Да, да, да. Всё-таки они стоят того, чтобы там за неделю вот как-то вот подсуетиться? Это Дубай, да, это чтобы сказать, я там был. Я там был. Я был в самой высокой веже в мире, Бурж-Калифа, да, там есть бар, который называется «Атмосфера», это тоже такой ресторан, но надо заказать минимум неделю заранее, чтобы попасть, да, то мы успели. И это, да, это, как сказать, лифт, который двигается там наверх, это 150 этажей в течение 35 секунд. Ну, то есть ты взлетаешь, как на коммерческом корабле. Взлетает, как 150 этажей, да, и потом вид отсюда, ну, прекрасный. Там, когда, ну, достаточно высокие здания, но отсюда он выглядит как очень маленький. А вы были в дневное время или вечернее там? Вечернее, ну, когда уже сенсать, да, когда закат. Да, когда закат. Потому что жарко, красиво. Ну, потому что, ну, красивее смотреть, когда закат. Да, обычно говорят, да, что все-таки в вечернее время красивее, чем дневное. Ну, и когда уже начинается ночь, то это момент, когда фонтаны начинают играть, да. Также отсюда можно их тоже посмотреть. Здорово. А какие-то экскурсии, вот вы упомянули вначале, что-то посмотрели, вот куда-то съездили? Ну, да, ну, там сделали все, что возможно в Дубае, это, ну, там немного. Ну, там немного, да. Ну, расскажем, что есть, что видели, да. Мы видели там палас предыдущий король, ну, король, который там рулил это все. Этот человек, это он имел эти визии, на что будет Дубай в будущем. То есть он определил стратегию этой страны, да? Да, да, да. И, ну, это очень интересно посмотреть, в каких условиях он жил 50 лет назад. Да. А что сегодня, да, это был просто такой... Прорыв такой, да? Огромный прорыв, и там на фотке, там один из них, это я стою в его палас, да, но палас, это большое слово, это просто деревянный дом. Ну, то есть не очень как-то, да, не так современные короли живут. Ну, не очень, да, и 50 лет, а сейчас это просто, ну... Совершенно другое. Да, совершенно другое. То есть его, в принципе, планы, его вот эта сказка, которая должна была стать, были, у нас сбылась, получилась. Он, это получилось, и очень хорошо получилось. Ну, чтобы идти дальше, то, что мы видели в Дубае, да? Да, да, да. Ну, мы видели старый центр Дубаи, как он выглядит тоже. Очень интересно. А старый центр, это где в Дубае? Это там, где, ну, старый порт. Там напротив старый порт, там, не знаю, как по-русски, там есть река, которая идет, да, внутрь Дубаи, и на правой стороне есть старый порт, и на левой стороне есть, ну, старый город. Да. И очень интересно, они, они первые создали, типа, климатизационные системы. Они на каждый дом создали, типа, ну, тоже такие, ну, здания, ну, как это называется, вежа, на здании, на каждый дом, который позволяет делать так, что температура минус 10 градусов, чем то, что есть на улице. В доме, внутри помещения. Внутри дома. Это что-то каких-то кондиционеров, или это все-таки другое? Без электричества. Это только через, да, вентилятор, что ли, или что-либо? Это только через, да, вентиляционная система такая. Которая позволяет охранить дистанционную порт. Это у них в самом городе такая система есть? Да, очень интересно, вот их, про нее я не читала, не смотрела. Вообще, чтобы выкрутиться, видимо, при такой жаре жить, и не такое придумаешь, да? Ну, это придумывалось когда, вы не помните? Ну, уже 200-300 лет назад, да, это очень старый, это просто технологии взяли не только потому, что они это подумали. И позволяют, ну, там 40-50 градусов на улице, да, и там дома уже комфортно 40 градусов только. А там до сих пор люди живут там до сих пор, да, вот в этом старом районе? Ну, сейчас это уже передано в офис, а это уже, ну, там никого уже не живет, там очень много музеев, магазинов, офис. Это уже народ, да. Это у вас гид как-то про вот... Да, мы брали просто тур, да, из Промовского гостиницы, который, ну, один день, да, по Дубай, и мы все посмотрели, там старый, ну, палас, потом старый сети, ну, старый город, да. Потом там то, что называется сук, там, где рынок можно купить золотой, и все эти специи, да. Привезли, наверное, так много. Да, 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 очень вкусные специи, перец такие, ну, очень вкусные. Понравилось вам? Да, 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 и что еще в Дубай, ну, в Дубай, ну, посмотрели все эти большевежи, которые можно посмотреть, и такой, ну, это был для меня такой вертолет-тур, взяли вертолет, направлено с гостиницей, и все, Дубай, посмотрели на вертолет. А сколько стоит вот такая, например, поездка? Вот это для наших телезрителей такая практическая сторона вопроса. Ну, это все зависит от гостиницы, которая выбирается, да, потому что, ну, можно, я думаю, что можно выбирать достаточно дешевые путешествия, да, но это были наши... На том, на вертолете же только, если это... А, да, нет, на вертолете все... Я про вертолет. А, да, про вертолет. Да, я про вертолет, да. Вертолет, если не ошибаюсь, сейчас... Порядка какой-то, да. 450 долларов. Это что, за... Полет, да? За человека, за полет. И сколько в пути, вот сколько вы летали? 25 минут. 25 минут. И какой вот вид вообще с вертолета, что у вас, где у вас, по... Ну, по всю Дубай, также могли, ну, с гостиницы мы возвращались к городу, потом летели, ну, по всю Дубай, да. За 25 минут, в принципе, можно весь город посмотреть и облететь на вертолете, да? Очень красивый фильм я сделал на камеру, там все. Здорово. То есть вы видели Дубай с высоты птичьего полета и из... Из вертолета. Да, из вертолета отовсюду. Может быть, вы еще и погружались, чтобы посмотреть, что находится в море, в океане. Короче говоря, они занимались в Дубае. Это было не в Дубае. Это было не в Дубае. В нашей секретной стране, которая в второй половине. Так, ну вот нам, Денис, расскажите. Дубай, в принципе, достаточно быстро вы просмотрели. И что-то еще куда-то выезжали, в другие города или какие-то еще экскурсионные были программы. Мы экскурсию взяли в Абу-Даби. Абу-Даби очень интересный. Вообще, они, ну, там, разный король, да, потому что это разные страны. Это разные эмираты. Это разные эмираты. И они выбирали другой путь развития. Они выбирали путь развития культуры. Они выбирали путь развития тоже экономии, но другой стороны экономии. Они развивают, ну, циркульт F1, да, по автомобилю. Они не стараются делать, так как в Дубае, только туризм. Для туризма, ну, сам собой, чтобы быть в Дубае. Но они привлекают людей на то, что другое, да. Но основная ставка какая у них, на что в Абу-Даби? Если говорить, это, я бы сказал, это education, образование и культура. Там создаются сейчас три такие мировые музеи. Лувр будет в Дубае, будет Гуганайм. Это сейчас в процессе, да? Это в процессе сейчас. И я знаю, что я жду, как только они закончат их будовать, да, чтобы я мог там возвращаться и посмотреть. И посмотреть. А в этот раз что удалось посмотреть? Ну, мы посмотрели, как план этого развития, эти разные места. Мы посмотрели циркульт F1. А F1 это что вы имеете в виду? Ну, автомобильный. Формула 1? Формула 1, да, то, что есть. Очень интересный, ну, я не очень смотрю спорт на телевизоре, но тем не менее. Да. Можно сказать, что, ну, я там был, тоже там. Тоже приятно, да? Тоже приятно. Все-таки вы отправлялись туда в свадебное путешествие, и хочется понять, что точно стоит показать своей любимой, находясь в Дубае. Какое место может быть особенно? Какое-то романтическое? Да, конечно. Ну, то, что романтично в Дубае, это нет такого специального. Я бы не сказал, что есть там такое специальное место. Но это как мы организуем эти путешествия вместе, чтобы каждый был доволен за время, которое мы провели вместе. Я очень люблю, чтобы у нас был чуть-чуть актив, и жена больше любит лежать на пляже. Спасибо, да. Современный подход. Ну, то, что был, я считаю, романтик, это то, что мы могли это сообъединить вместе, и что каждый был доволен нашей путешествием. В принципе, там это и несложно делать, потому что не слишком большой город, чтобы загружать себя экскурсиями, можно как-то это сделать в удовольствие. Ну, и целый день на пляже тоже не пролежишь просто так. Да, и на пляже тоже очень приятно полежать. Что еще в Абу-Дабе вам понравилось, запомнилось? Ну, очень такое впечатление, такое большое, да, это была их мечеть, которую они создали. Один из самых больших в мире, номер 7, если не ошибаюсь, и там больше, чем 50-10 квадратных метров марбла, 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 беляли эти камни, марбл, которые они специально из Италии заказывали. Мрамор, вы имеете в виду. Вот, мрамор. Все, да, мы поняли. Специальные заказывали из Италии. Это, ну, это шок. Видеть такое большое здание, которое они создали в течение 5-7 лет, из нура, из ничего, но это, во-первых, очень красиво. И что-то другое, чем то, что, ну, даже у нас есть. Хорошо, но у нас впереди небольшая пауза, и сразу после нее мы расскажем про другую секретную страну. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, еще раз здравствуйте. Вы смотрите передачу «Путешествие с плюсом. Ее ведут» Галина Конопасевич и Светлана Соловых. Я напомню, что сегодня у нас в гостях директор транспортного подразделения FM Logistics Денис Беневис. И расскажу о том, что свадебное путешествие нашего героя продолжилось в стране, где можно встретить самых настоящих фруктовых летучих мышей и летающих лисиц. Мы не знаем, видели ли вы их или нет, но об этом поговорим. Мы сейчас как раз и спросим. Ну, мы, во-первых, говорим о какой стране. Это у нас были уже... Дальше вы полетели. Куда из Дубаев? На Мальдивы. На Мальдивы. И вот видели ли вы там фруктовых кого? Летучих мышей и летающих лисиц. Так, рассказывайте, Денис. Я не знаю, что это. Может быть, я его видел там, да. Не знаю. Ну, не понял, что это оно есть. Вы просто не поняли, да, что это они. Ясно. Ну, вот Мальдивы. Ну, логика, конечно, ясна. Все наши телезвители вас прекрасно поймут. У вас романтик, путешествие такое. Мальдивы. Почему Мальдивы все-таки вы выбрали? Еще раз нам вот расскажите ваш выбор. Это было просто, ну, моя жена всегда хотела на Мальдивы. Я наоборот сказал, что... Всегда не хотел. Не, 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 в Мальдиве окей, но что можно там делать? Да, ничего, просто лежит на пляже. Хорошо, но сколько можно там. Да, мы помним из предыдущей половины нашей, что вы любите активный отдых. Вот. И, ну, я изменили вообще свой подход, как только я там прибылал. Да, отказался. Да, что вы, от чего же так? Ну, я начал любить то, что можно лежать и ничего не делать. Как удалось, да. Это тоже очень приятно. И мы начинали туда, там заниматься дайвингом. То, что я не планировал вообще заниматься. И это было очень такое, ну, приятное, интересное. Но вы вообще в первый раз или вы до этого уже как-то дайвингом занимались, а там просто использовали эту возможность? Дайвингом никогда не занимались. Никогда. Очень люблю плевать, да, на воде, но там дайвингом никогда не занимались. А и хороший там инструктаж, вот у инструктора? Да, это самый высокий уровень инструктаж, который есть, и самый комфортный. Есть разные места в мире, где тоже очень высокий уровень инструктаж. Ну, там люди должны все сами делать, да, ну, сам приготовить свои бутыльки, сам все делать. А там все делается для вас. Ну, то есть это как выглядит? Вы приходите, для вас, вам выдается костюм и все необходимое. Все отдается, да, все отдается, все приготовляется. Есть инструктаж, понятно, да, что надо несколько этапов привести, да, чтобы иметь возможность. А вот эти этапы, они где проходили? Вот я видела, например, в некоторых странах в бассейнах тренируются с людьми. Ну, понятно, что на Мальдиве нет такого закрытого бассейна, да, но это делается в специальном месте, там, родом с пляжем, там, где до 2-3 метра глубокого вода, глубина воды, и туда делается инструктаж. А так погружались вы на какую глубину? И вообще надо ли куда-то выезжать далеко, чтобы вот дайвингом заниматься? Двух-трех метров достаточно. Ну, изначально это были не плановые, да, чтобы мы будем заниматься дайвингом. Да, не планировали. Но как только я начал, я сказал, окей, я делаю все, что, все сертификации, которые можно делать, и максимум то, что мы успели сделать, я все сделаю в одну неделю. И мы могли, я мог плевать до 18 метров. Там есть разные сертификации. За 6 дней буквально, получается, за 7? За 6 дней, да. А это вообще уровень подготовки какой вот для тех, кто никогда не занимался дайвингом? 18 метров погружения. Есть, ну, есть разные степени, да, есть первый степень, это до 12 метров, второй этап до 18 метров, третий этап уже до 30 метров. А потом есть все то, что называется спецдайвинг, но это уже более профессиональный. Да, 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 уже более профессиональный. И как вот вы в дальнейшем планируете дайвингом все-таки, можно продолжить заниматься? Понравилась вообще эта идея до 18 метров? Ну, я бы хотел сейчас дальше. Да? Да, я очень хочу заниматься айс-дайвингом. Это под лодом. Да, это уже опасно, это достаточно экстремально, да. Но все есть техника, и можно изучать. Ну, вообще, да, мы, конечно, слышали, и наши телезрители наверняка, что дайвинг на Мальдивах один из самых таких интересных. Но все-таки кратко расскажите нам, что вот вы видели. С кем встретились? Да, с кем встретились, да. То, что очень приятно на Мальдиве, во-первых, это температура воды. Потому что даже на 18 метров она еще останется на 24 градуса. Да, тепло очень. Ну, понятно, что у нас есть комбинезон, то, что называется шорти, да. Но, тем не менее, это очень приятно, плевать, когда такая температура. Второе, там очень-очень много рыбы. Ну, не запрашивайте мне, как они называются. Да, мы не будем. Но там очень разные светы, они летают вместе с тобой. И такое ощущение, что мы, так как не на земле, уже так как... Какое-то царство, ну, подводное царство, да. Говорят, там один из самых красивых вот таких вот животных подводных миров, наверное. Это очень красиво, и там большой шанс встречаться с акулой. И эта цель каждый дайвер – это смотреть на акулу. Или ты, наоборот, думаешь, лишь бы не встретиться с акулой, нет? Это то, что думает жена. Вы посмотрели ей в глаза, интересно, встретились все-таки? Ну, они очень боятся дайвера, потому что все, ну, комбинезон бутылки, мы выглядим для них очень большим. Но я встречал очень, ну, так как наша дистанция между вами, когда занимался снёрклинг. Снёрклинг – это только там тюбовь и всё. И здесь я просто, ну, рядом с Бенгалоу плевал. И здесь я видел, ну, они небольшие, это называется коральные, коралловые акулы. Они до 2-3 метра, они небольшие. Они не опасны для людей. Они нормальные, не опасны для людей. А вообще, какой инструктаж по акулам давали местные дайверы? Нет инструктажа. Нет? По акулам нет инструктажа. Вот те тренеры, которые вас обучали, нету никакого, если вы вдруг, как себя вести рядом с ней? Нету ничего такого? Потому что это не бывает, что мы можем быть рядом с акулой. Потому что они боятся дайвера. Они не приходят, как только они видят дайвера, они уйдут. Ну, да, у нас, видимо, неправильное восприятие моря. Нам кажется, как только мы туда встали. Да-да, они все наоборот. Не, наоборот, это челлендж, ну, вызов, чтобы мы могли найти акулу. Потому что они летают. Успеете ее увидеть как-то. Наверное, такая табличка акул не обижать. А вот, да, мы чуть-чуть еще о дайвинге. Просто интересно, на 18 метрах такой же активный подводный мир? Или это до 12 метров много рыб, а дальше уже глубина, темнота? Нет, но там даже в 18 метров нет темноты. Даже видно до 30-40-50 метров. Даже вот этих каких-то фонарей ничего не надо, да? Ну, есть то, что потом специальный инструктаж, который называется ночный дайвинг. А, ну, ночной, да, да, конечно. Но в день это все. А, кстати, ночью вы пробовали? Не успели, потому что... Ну, не успели в одну неделю, мы не могли, да. Денис, любопытно было бы узнать, где вы жили на Мальдивах и как выбирали отель, место? Когда мы выбирали Мальдивы, это понятно, что это должен быть фулл-люксус. Да, потому что это, наконец, это конец нашей путешествии. И это должен быть, ну, по-моему, самое лучшее. Да, и для меня критерия, да, ключ выбора, это было то, что у нас, это был бенгалу над водой со своим бассейном. А, то есть бунгало, вы жили в бунгало. Ну, это бунгало, это 150 квадратный метр бунгало на воде со своим приватным бассейном. Это, ну, не знаю, как это сказать. А в чем прелесть вообще жить на воде? Ну, там все же так, что, например, в душе есть стекло, ну, так, как это называется? Пол. Пол сделанное и видно, и видно просто прозрачное. И видно внизу, что происходит. Вот видите, какие интересные моменты. Вот это каждый день, это ощущение ловишь. Проснулся, пошел в душ, и у тебя вот уже приключения. И просто, ну, на пляже, окей, хорошо, но на пляже можно везде, да, иметь дома или бенгалу на пляже можно везде, но на Бальдиве я категорично хотел, чтобы мы имели такой бенгалу, чтобы рано стоишь, кофе выпьешь и только море, да, везде. И вам уже подготовили вкусный завтрак, там уровень сервиса высокий, правильно мы понимаем? Да, вот я хотела продолжить с Светом вопрос. Вы сказали, вот как-то в разговоре до передачи, что там очень, или в передаче уже очень высокий уровень сервиса, вот в чем он? Ну, разрождение, большое разрождение между Дубаем и Мальдивой – это уникальность сервиса. В Дубае, ну, это, скажем так, фабрика, да, там миллионы людей. Там на Мальдиве, максимум, где мы были, там 200 человек. А больше, чем 150 человек, чтобы это обсудить, обслуживать, да? То есть индивидуальные практические подходы. Индивидуальные подходы. Они видели, что я пью такой, ну, там, один стиль кофе, скажем так, без бренда. Они увидели, что я пью только такой. То в следующий день они специально привезли большее количество, только эти капсулы. Ну, вы имеете в виду мини-бар, вот, которым вы пользуетесь, да? Но это очень приятно видеть, что, а, они ослеживали. Или, когда мы были в ресторан на объять, я что-то специальное заказал. Вечер, ну, там, лимон я попросил добавить. То есть какая-то деталь буквально, да? Деталь. Но вечером в другой ресторан, я закажу почти то самое, они скажут, а вы не хотели лимон? То есть это уже другой ресторан, эта информация между собой передается. Представляете, как позвонили и сказали, вот... Они все знают, они это ослеживают, чтобы, ну, уникальность сервиса, да? Да. Это вас зацепило, да? Это очень приятно, да, да, да. Здорово. Ну, а, собственно, в ресторанах чем почивали и что стоит отведать на Мальдивах? Ну, и что вам больше всего понравилось, к примеру, да? Ну, понятно, что на Мальдивах можно есть очень много рыбы, морепродукты. Какие-то национальные блюда есть там? Что-то, то, что вам запомнилось, но есть только там. Ну, у нас был такой, как это называется, что у нас включено был бюфет, да? И каждый день бюфет меняли. Это значит, что были разные кухни каждый день. Но плюс этого гостиницы, это очень приятно, то, что если мы один день не хотим использовать ресторан-бюфет, но мы идем в другой ресторан, где уже это а-ля-карте, да, то они как бы часть денег, которые мы не выдали на бюфет, а он ходит как уже доступные деньги для... То есть включают вот в это меню вам, перекидывают эти деньги, да? Да, это очень приятно. Обычно так не делают? Нет, обычно так не делают. Не использовали, не использовали туда уже. А здесь не наоборот, они сказали, ну, вы не кушали, это нормально, что мы вам это перекинем. Но это тоже часть сервиса, вот часть вот их организации. Да, да. И то, что очень приятно, это... Я француз, я начал пить вино, когда я жил в Дижон. Дижон – это место, где есть бургонди вино. И очень-очень-очень вкусные бутыльки вино, которые можно находить на Мальдиве. Денис, в начале рассказа о Мальдивах вы говорили о том, что вы не очень хотели посетить эту страну, но хочется понять, вот после этого путешествия ваше мнение изменилось, и вы готовы туда вернуться? Да, конечно, я хочу как быстро, возможно, туда возвращаться и заниматься дайвингом и отдыхать на пляже. Да, и потом в дальнейшем, я уже говорила Денису тоже в начале передачи, сейчас у вас было свадебное путешествие, потом путешествие с детьми когда-нибудь будет. И на Мальдивах это будет просто супер. Спасибо большое, что вы к нам пришли, нашли время. Дорогие друзья, у нас в гостях был Денис Беневис, а передача вели Галина Конопосевич и Светлана Соловых. До свидания, всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова